В последний раз глазу на глаз, лично, а не онлайн, лидеры стран ЕАЭС обсуждали союзные дела в декабре 2019-го в Петербурге. С тех пор и ковид, и геополитические потрясения, и внутриполитические кризисы, и беспрецедентное санкционное давление на разных этапах становились частью жизни каждой из стран-участниц Союза. И Армения, и Беларусь, и Казахстан, и Кыргызстан, и даже Россия смогли оценить эффект от работы Альянса экономических сил. С вызовами вместе справляться оказалось проще. Казалось бы, с таким-то опытом и осознанием ценностей и вопросов ЕАЭС должны бы решаться быстрее. Все ведь заинтересованы, но по факту многое упирается в отдельные интересы отдельных государств. Потому эксперты в своих прогнозах насчет саммита транслировали сдержанный оптимизм. Республики должны немедленно подтянуть свой уровень до уровня Союзного государства России и Беларуси. Хотелось бы, чтобы было такое, но скорее всего не будет. Ну посмотрим. Поговорят, поговорят. Сегодня это такой совет старейшин, прямо скажем. У нас потенциал есть пока вот нашей пяти стран, и он не использован. Хочу сказать, что элита где хранит деньги казахская? Понятно. И они видят, что произошло с россиянами, как деньги изымались. Это, так сказать, следующий шаг могут сделать и с ними. И поэтому ясно у них своего рода боязнь. То есть они оказались не подготовлены к такому шагу, и поэтому они притормаживают, может быть, и по отдельным направлениям притормаживают наши интеграционные процессы. Но если вы говорите о Казахстане, никуда Казахстан не денется, потому что он находится между большим Китаем и... Не менее большой Россией. Да, да, да. И сильной, скажем так, даже не менее большой, более сильной в военном отношении России и экономически сильным Китаем. Что говорить, буквально за неделю до анонсированной даты саммит было решено провести онлайн. Полторы недели назад президенты общались очно на полях саммита ОДКБ, но тогда речь шла больше о военной безопасности, сегодня все внимание экономики. Впрочем, накануне лидеры в таком же онлайн-формате, но не в полном составе, общались на виртуальных полях Евразийского экономического форума. Там были озвучены некоторые предложения, в том числе и главами государств, но все же основной день и основные решения приняты сегодня. В лучших традициях подобных саммитов не обошлось без ожидания. Владимир Путин немного опоздал, за это время Александр Лукашенко успел поработать с документами, а Никол Пашинян и вовсе успел сходить за заметками. Уважаемые коллеги, как и договаривались, все мы в сборе, мы можем приступить к работе. Первым на правах хозяина взял слово Садыр Жапаров. Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС. Он констатировал положительную динамику в честь роста суммарного ВВП Союза. Он вырос больше, чем на 4%, несмотря на все потрясения. Поддержал идею расчетов внутри ЕАЭС в национальных валютах, упомянул и о ложке дегтя, которая на протяжении последних семи лет неизменно. Препятствия на внутреннем рынке Союза. Скорость доставки грузов из третьих стран в Российскую Федерацию, которые проходят несколько таможенных постов, существенно быстрее и дешевле, чем доставка грузов из Кыргызстана. При этом, как вам известно, таможенный контроль на внутренних границах ЕАЭС был отменен. Очевидно, что наличие барьеров не позволит нам в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции, а также эффективно развиваться. Никол Пашинян уверен, что решением этой проблемы станут согласованные решения по дальнейшему развитию совместных экономик и промышленных коопераций. Более того, премьер-министр Армении предлагает не ограничиваться лишь исполнением принятой повестки до 2025 года, а формировать союзную дорожную карту на дальнейшую перспективу. Еще раз подтвердить готовность армянской стороны и далее прилагать усилия, направленные на выработку и принятие совместных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена и всего объединения в целом. О необходимости придерживаться общей позиции, а не пестовать национальный эгоизм, поступая с интересами Евразийского экономического союза, прямо говорит Александр Лукашенко, озвучивая то, о чем думают практически все за этим виртуальным столом, но осторожничают озвучить. Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее наоборот усиливается. По причине глобального характера экономики и того факта, что Россия и Беларусь – крупнейшие торгово-экономические ваши партнеры, последствия санкций той или иной степени затронут всех. Поэтому нельзя сидеть сложа руки, говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом, как здесь уже было сказано нашим председательствующим. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов. Сама жизнь диктует необходимость принимать решения здесь и сейчас, гибко подстраиваться под ситуацию. Судите сами, своевременно и оперативно принятые решения ЕЭК по повышению устойчивости экономик стран ЕС дали свой результат. Следующий шаг, который должен быть сделан незамедлительно, по мнению Александра Лукашенко, переформатирование логистики. Значительный интерес представляет инициатива комиссии по реализации проекта «Евразийский агроэкспресс». Он призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельскохозяйственных товаров железнодорожным транспортом, в том числе с Китаем. ЕС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности. Однако в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания, необходима тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах. Понятно, что ЕС создавался с тем, чтобы союзники могли искать и находить поддержку друг в друге. Мы в принципе самодостаточны, но не одиноки в этом мире, как бы не пытались выставить нас в таком свете оппоненты. Потому стоит уделить внимание всем желающим взаимодействовать с ЕС. Тем более, это далеко не последние экономики мира. В условиях санкций мы не должны замкнуться в самом себе, в экономическом нашем союзе. Помимо так называемого коллективного Запада, в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправное, уважительное взаимоотношение. Ведется активная работа по заключению торговых соглашений с Египтом, Ираном. Проявляет интерес к соглашению о свободной торговле Объединенной Арабской Эмираты. Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Его следует использовать для расширения взаимодействия в сфере промышленной кооперации, в том числе в инновационных областях, привлечения инвестиций, реализации транзитного потенциала нашего союза, наращивания взаимной торговли. Сейчас необходимо сосредоточиться на работе по скорейшей реализации уже в этом году дорожной карты с китайской стороной. Также особое значение приобретает партнерство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров. Реализация данного направления поможет перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом между государствами нашего союза и Китая. Узбекистан пока в статусе страны-наблюдателя, но вместе с тем у Шавката Мерзиёева есть ряд предложений для совместного сотрудничества с ЕС. Их он сегодня и озвучил. Считаем также важным расширить агропромышленную кооперацию путем совместного производства сельхозкультур и продовольственных товаров. Для повышения результативности этих действий предлагаем разработать программу агрокооперации. Эта программа могла бы охватить вопросы совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕС, а также плодовощной продукции, включая ранние сорта в Узбекистане, с целью гарантированного насыщения наших рынков. При этом для реализации целесообразно содействует в первую очередь потенциал регионов наших стран. Владимир Путин ситуацию вокруг Союза и вовсе назвал условиями агрессии. Вместе с тем отметил, что более тесная интеграция стран позволит не просто выстоять, но и стать совместно более независимыми от постороннего мнения и смен настроения. Преимущество интеграционного курса, особенно очевидно сейчас в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружителей к нам государств. Здесь президент Беларуси говорил об этом конкретно, но мы хотели бы отметить, что правительством России принимаются своевременные решения для стабильного, уверенного функционирования рынков и финансового сектора. Большое внимание оказывается в поддержке ключевых отраслей и системообразующих предприятий. Значительно упрощен порядок ведения бизнеса, значительно снижена административная нагрузка, чтобы максимально обеспечить свободу предпринимательства. Работаем также над повышением доступности финансирования для пополнения оборотных средств, поддержания банковской ликвидности. В этих целях расширяем практику расчётов в национальных валютах, в торговле с теми странами, которые на деле доказали, что являются надёжными партнёрами России. За закрытыми онлайн-дверями и в узком составе главы государств стран-участниц ЕАЭС общались более двух часов. За это время успели обсудить полтора десятка вопросов, которые были на повестке. О чём говорили президенты, чуть позже с белорусскими журналистами поделился вице-премьер Игорь Петришенко. Председатель коллегии доложил те болевые моменты, по которым необходимо ускориться. Основной акцент делался на необходимости ускорения выполнения внутригосударственных процедур по подписанным решениям, чтобы можно их было в практической плоскости реализовывать как можно оперативнее. Даны необходимые поручения правительствам посмотреть на эту проблематику, ну и совместно выработать такое консолидированное решение, которое позволит процедурно эти вопросы ускорить. Обсуждали очень подробным образом вопрос перечисления пошлин с учётом того санкционного воздействия, которое принято коллективным западом в отношении Российской Федерации и нашей страны. Принято решение, главы государств его подписали 18 мая, о том, что в отношениях перечисления пошлин для Республики Беларусь и Российской Федерации это будет осуществляться в российских рублях. Все остальные наши партнёры пока оставляют за собой право перечислять в долларах, как это предусмотрено договором. Поэтому отметили, ещё раз поручили коллеги вместе с правительством дополнительно вернуться к этому вопросу и просчитать, чтобы не было потерь для бюджетов стран. К слову, говорили сегодня не только о материальном. Абсолютно все лидеры стран ЕС понимают, что в основе любых экономических отношений тёплые человеческие. В этой связи со стороны Александра Лукашенко прозвучало предложение ко всем заинтересованным присоединиться к подготовке масштабного спортивного форума, который пройдёт в Минске в августе 2023-го. А глобально все главы государств поддержали идею сделать 29 мая Днём Евразийского экономического союза. И хочется верить, что не только новому празднику быть, но и новым совместным эффективным достижением. Алена Сырова, Виктория Ходосок, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова